Всем доброго дня! Это Гелиосар и география начальный курс просто на пальцах. Что ж, параграф первый. Мир, в котором мы живем. Что такое природа? Природа это по сути все, что нас окружает. Все живое и не очень живое, что окружает нас на планете Земля. Это все можно назвать природой. Как называется мир, в котором мы живем? Но это планета Земля, собственно. Мы живем на планете Земля. Это уникальная планета. Пока только на ней ученым удалось обнаружить жизнь. Ну да, это известно, что даже на соседних планетах, вроде того же Марса, который изучен достаточно хорошо, пока хотя бы простых бактерий, самых простых и элементарных форм жизни даже этого не нашли. Земля это уникальная планета, на которой как-то сумели образоваться удивительнейшие совершенно возможности для возникновения жизни. То есть это и нужное расстояние от нашего светила. Будь мы чуть-чуть ближе, было бы слишком жарко. Будь мы чуть-чуть дальше, было бы слишком холодно. Но Земля находится именно там, где не жарко и не холодно. То есть самое то, что нужно для образования именно жизни. На Земле много воды. Конечно, жизнь может быть очень разнообразна. Но в настоящий момент мы знаем, что наша жизнь зависит от воды. Воды и воздуха. Но если в целом воздух может быть очень разнообразным, далеко не всем, например, бактериям нужен кислород, которым дышим мы, люди, то вот, например, вода нужна всем. По сути, нет воды, нет жизни. Такая интересная особенность. Все многообразие живых организмов, включая человека, составляет мир живой природы. Живых организмов огромное количество. От маленьких микробов, которых живыми-то назвать нельзя, и различных бактерий, до настоящих титанов, суши и воды, слонов и китов. Все это является миром живой природы. Земля обладает огромными богатствами. Ручейки, реки, озера, моря, океаны, суши с ее равнинами, пригорками, горами, покрытая слоем почвы, недра земли с полезными ископаемыми, воздушное пространство, воздух вокруг нас, окутывающий землю. Все это составляет мир неживой природы. То есть, горы, простая земля, вода, без всяческих живых организмов. Это все мир неживой природы. Живая и неживая природа существуют в очень тесной взаимосвязи. Здесь можно сказать так. В принципе, неживая природа может прекрасно существовать без живой природы. Тут же всякие планеты Солнечной системы, вроде Меркурия или Венеры, доказывают это. Но вот живая природа без неживой природы существовать не может. Поэтому живую от неживой отделить нельзя. Не можем мы жить в космосе. Мы, люди, не можем мы жить там, где нет воздуха, где нет воды, где нет твердой поверхности, по которой мы сможем ходить. То есть, мы увидим... И это очень легко проверить, просто пройдясь у нас по улице. Если посмотреть, например, на Землю или даже в Землю, сколько самых разнообразных живых организмов в этой Земле находятся? Всякие червячки, всякие насекомые, те же муравьи, которые живут в Земле. То есть, Земля – почва. Тут что такое почва? Почва – это плодородный слой Земли, который находится на поверхности. Ведь, так сказать, наверху, на поверхности нашей Земли, могут быть и различные там горы, камни, там может быть песок. И песок, например, в пустынях – это не почва, это песок. Горы с камнем – это горы с камнем. А почва, она плодородная. На почве растут растения. И почва очень богата всякими живыми организмами. Червячки, насекомые, всяческие там кроты, мышки, их там очень много. Огромное количество живых организмов, разумеется, в воде. Как видимых, так и невидимых. Достаточно посмотреть в любой абсолютно водоем, более или менее крупный, чтобы увидеть, что хоть какие-то рыбки, какие-то насекомые, что-то там в этой Земле будет обязательно. Не меньше различного живого находится и в воздухе. Различные птицы, опять-таки различные насекомые. Ну и то, что видимо, и то, что невидимо. Всего этого и в воздухе тоже предостаточно. Объекты неживой природы являются средой обитания живых организмов. Здесь вот говорится то, о чем я уже упоминал. Мы, живые люди, мы не можем жить без неживой природы. Мы не можем жить без воздуха. Воздух неживой, но мы живые живем в воздухе. Мы не можем жить без воды. Да, вода сама по себе неживая. Но мы живые без воды не можем. То же самое и с почвой. Мы не можем жить где-то в космосе, где можно, так сказать, просто летать по этому самому космосу. Нам надо ходить по твердой поверхности Природа Земли Не застывшие картины гор с заснеженными вершинами Залитых солнцем опушек леса Или искрящимся брызгами воды водопадов Природа постоянно меняется Процессы, происходящие в природе и изменяющие ее Называются явлениями природы Дождь и гроза, снег и ветер, рассвет и закат Смена дня и ночи, смена времен года Это явления, происходящие в неживой природе Их еще называют физическими Потому что эти явления можно спокойно увидеть и почувствовать на себе Ведь разницу между летом и зимой Ну ее очень легко почувствовать, не правда ли? Разницу между теплом и холодом Между ветром и его отсутствием Изменение окраски меха у некоторых животных Например зайцев и листьев у деревьев Листопад это явления, происходящие в живой природе И это уже биологические явления Некоторые явления Землетрясения, наводнения, извержения вулканов Цунами, смерчи, торнадо Очень разрушительны по своей силе И очень сильно влияют Особенно землетрясения и цунами На живую и неживую природу Но не меньшее влияние на природу Оказывает и человек Люди строят дома, дороги, железные дороги Строятся мосты Создается огромное количество различного транспорта Все это оказывает очень сильное влияние на природу Конечно, с вулканами по влиянию человеку сравниться сложно Но все равно Например, то же самое ядерное оружие Которое испытывалось в 20 веке Оно оказало очень сильное влияние на всю нашу планету И следы этих испытаний Они более чем видны в окружающем воздухе, земле и воде до сих пор Это есть К сожалению, по вине человека происходит постепенное загрязнение Окружающего нас, окружающей природы Различными искусственными веществами Вроде пластика Каковы же причины природных явлений? Можно ли их прогнозировать в природе и управлять явлениями природы? В принципе, можно, конечно Определенными явлениями управлять Что-то можно прогнозировать Например, такие вещи, как землетрясение Спрогнозировать нельзя Нельзя их предсказать Они происходят Можно лишь предполагать Что вот там будет землетрясение А там не будет Но вот когда будет это землетрясение Это предсказать невозможно Например, известно, что в Калифорнии, в США Должно быть очень мощное землетрясение И которое должно быть где-то вот Начиная с 20 века и где-то до 22 века Это землетрясение должно произойти 200 лет И вот ждите, как говорится, когда произойдет это землетрясение Вот такой вот момент Что составляет мир живой природы Земли? Ну, человек, например Человек живое существо И он входит в живой мир природы Все животные Все растения Все это живой мир природы Используя различные источники информации Подберите рисунки, фотографии Иллюстрирующие взаимосвязь объектов Живой и неживой природы Ну, достаточно посмотреть просто на любой пруд И увидеть там Сколько там, собственно говоря Самых разнообразных живых существ Находится в этом самом пруду Да, самое простое Собственно, любая птичка, которая клюет какое-то зерно Это взаимосвязь живой и неживой природы Пожалуйста Как живые организмы приспособились к физическим явлениям природы? О, это достаточно интересно Например Самый простой пример Это деревья Деревья, которые находятся за окном Зимой они сбрасывают листья и засыпают То есть деревья, будучи живыми существами Приспособились к явлениям природы К зиме То есть смене температуры И зимой деревья сбрасывают листья Вот самый простой пример Приспособленности живых существ К явлениям природы Вспомните, какие биологические явления природы Вам приходилось наблюдать Ну, опять-таки, самый простой пример Это тот же самый листопад То есть сброс лисьев у деревьев Самый простой пример Как человек влияет на изменение облика земли? Строительством Человек строит свои здания, свои города, свои дороги И так изменяет облик планеты Земля Приведите примеры изменения природы человеком в вашей местности Ну, посмотрите на свой дом Ваш дом построен человеком То есть ваш дом это изменение человеком окружающей природы Самый простой пример Что вы можете сделать, чтобы сохранить живую природу? Идя по улице, поднять какой-то мусор и выкинуть его в мусорный бак Это самое простое, самое легкое И не менее важное, чем все остальное В сохранении окружающей нас природы в чистоте Чем чище мы будем поддерживать даже просто наши города Тем лучше будет всей природе А если вы идете куда-то в лес То, само собой, постарайтесь и там не мусорить И таким образом вы принесете гораздо больше пользы Окружающей нас природе и ее защите Чем многие другие действия и всякие слова о защите природы Мы живем Первый вопрос Расскажите своими словами, что такое природа? Природа это все, что нас окружает Ну и все, что не создано человеком А то, что создано природой Это все и есть природа Человек хоть и сам тоже является созданием природы Но все-таки то, что создал человек Вот эти наши огромные города, машины Их к природе уже отнести нельзя Дополните схему и приведите примеры Что такое природа? Во-первых, как она делится? Есть природа живая, есть природа неживая Неживая природа Камень, дождь, ветер, горы, сама земля Это все неживая природа Живая природа Вот человек, собака, червяк, животные, рыбы, растения, кстати Это все живая природа И, собственно, последний, третий Это стрелками покажите соответствие Грибы это живая природа Полезная ископаемая и неживая природа Вода это неживая природа А вот почва это и живая и неживая природа Одновременно Цветы живая природа Человек тоже живая природа Четвертый вопрос Приведите примеры, доказывающие Что живая и неживая природа взаимосвязаны Странный, честно говоря, вопрос В открытом космосе Пока что никакой жизни не найдено Даже никаких микробов или бактерий Жизнь возможна только где-то на твердой, так сказать, поверхности То есть живая природа Она живет только среди неживой природы Вот и это самая прямая взаимосвязь, которая только может быть Докажите определение Что явления природы Это процессы, происходящие в природе И изменяющие ее К этим процессам относятся практически все Дождь, гроза, молнии, волны, зимотрясения Рост растений Листопад растений осенью Это все явления природы Да просто пение птиц Или когда, например, животные, собаки, например, линяют Сбрасывая шерсть летом, перед летом или зимой Это все явления природы И шестое Рассмотрим явления природы, изображенные на картинках Ну, вполне понятно, что Вот это вот, на первой, это изображена буря Это явление физическое Потом идющие Так, растения Цветущие растения, это, соответственно, биологические Молния относится к физическим Потом снегопад относится, естественно, опять-таки к физическим Листопад относится к биологическим И цветение и плоды относятся к биологическим Седьмой вопрос Расскажите, как человек влияет на природу Да вся жизнь человека влияние на природу бесконечно Даже то, что мы дышим, это влияет на природу Мы вдыхаем кислород, который вырабатывают растения И выдыхаем углекислый газ, который, собственно говоря, уже потребляют эти самые растения Все, что делает человек, влияет на природу То есть строительство домов, выращивание урожая, рубка леса Это все влияет на природу Восьмой вопрос Подумайте, что лично вы можете сделать для сохранения природы? Ну, например, просто убрать мусор Не выкидывать мусор на улице Не сорить где-то в лесу, гуляя там Или наоборот, убирая в лесу мусор Особенно пластиковый мусор Любой фантик, любая бумажка Не надо их бросать на пол Донесите их до мусорной урны А еще в идеале, что можно делать Это сортировать мусор Хотя бы отделя, например, органические отходы от еды От того же самого пластика Это уже будет очень большая помощь для всей нашей природы Изучите оглавление учебника Расскажите, о чем вы узнаете из курса географии 5 класса Ну, что такое география Откуда география взялась Каких видов география бывает Все вот это как раз из 5 класса узнается География, ну, историческая география, можно сказать так Кто там великие географы Какие великие географические открытия создавались Какая бывает география там, собственно Какие материки, какая планета, где мы живем И все это мы узнаем из курса географии 5 класса